добрый обещал как что-то по максимуму поработать но по полной программе по полной не получается потому что этот везде дергают то у меня стол координатные выкупили надо ящик было заколотить им сегодня отправлять поеду под закат рабочего дня у них там в транспортной компании тут туда-сюда всякими заботы там на основной работе тут у меня появились дела тут в общем так хватает спорта грызу моей жизни и вот как бы все равно я тут такие основные работы все-таки сделал вот то есть это если сейчас его довести до ума то это будет 75 процентный клин но опять же мы производим сейчас 75 процентов клин желание получить одну четвертую одну вторую это кажется сложнее это дороже это дольше но хочется так вот потому что бритовки я замечал пользователи отмечали что им больше нравится все-таки 1412 а до черта на вторая смысле это вот наша х12мф сейчас грубо просто группу снят металл для начала работы просто снял металл лишний основную массу так ну выровнял тут все это кстати вот эти клейма даже вот буковки циферки вы то есть они как бы как мне тоже было сказано как-то где-то тут что мол анда что тебе ткнуть стоит там ударил бы все да принципе то да но дело в чем что когда происходит удар то есть клинок теряет вот эту ровность этот то сделается небольшая лыжа какую-то там сторону и там приходится выравнивать каждый отдельно на идеальной плоскости на матрице то есть это лишняя забота мне конечно проще бормашинкой черкануть и вот она вам здрасте но не знаю как то мне это няшево как бы что ли выглядит хотя вон в италии что не знаю там в европе ливии есть такой производитель бритв ливии по моему зовут вот так он только бормашины рисует он как бы за не заморачивается и вроде бы все хорошо ну не знаю меня по душе вот эти вот глубокие глубокие вот эти вот знаки дальше что сейчас у меня предстоит термообработка по времени я успеваю это сделать но на видео уже показать точно не успею в итоге потому что надо будет постер обработки там зачистить там аккорд убрать туда все надеюсь что они все выживут потому что все тоненько подвел подводку и это напрягает ну я каждый раз напрягаюсь так разобраться да все-таки вчера вот я как вот заметил что стали имеют различие так она на самом деле все-таки есть это когда я углы сшибал а вот сейчас когда больше уже металла снял момент работы то есть я заметил точно что х12мф кованая жестче чем d2 кованая но d2 реально какой-то такой имеет тягучесть такую натика на что похоже на сталь нежавеющую 65 х 13 по тянучести по но 65 х 13 она мягкая прям ее когда режешь она как пластилиновая какая-то d2 она уже жесткость более большую имеет прям значительно больше то есть но вот если сравнение вот с х12мф то 10 тянучесть имеется здесь и вообще нет здесь стеклышко такое идет нормально в общем так по поводу кстати кто-то меня спрашивал забыл ну ладно в общем по поводу у меня бог леров спрашивали наверное любители бог леров для бритвы как то есть это мое личное мнение которое создалось в процессе работ что бог лер неподходящие стали для бритвы но как неподходящие совокупно тоже все это как бы вот был бы это бухлер я снова из нее сделаю бритву и нас она будет работать из бухлера желательно делать что-то такое близкое клину и 75 процентов хотя бы вот то есть ближе к ножевом к ножевым спуском что-то ближе такое приближенный вот так вот если сделать допустим одну вторую все боклер нерабочие лошадка уж извините меня там кто считает что боклер это лучший материал который на данный момент существует я его по всякому какой-то любил но никого те оковалы в листе вырабатывал то есть пока железка еще такая имеет толщину какую-то там все-таки до нормальный сталь не айс конечно прям вот что прямо а хотят него ну и неплохая даже вот давайте сейчас в историю немного окунусь то есть как бы были такие моменты где-то в конце восьмидесятых годов у нас был завод раньше в общем там нет инструмент выпускали прочее прочее тут на весь мир и там были разные стали и среди них в основном была нежавейка и вот там всегда присутствовал нежавейка и и все так прозывали желтой нежавейка не знали точного название там работники не вникали никогда в марки точные названия а просто назвали и желтой нежавейкой и ее считали самый такой из нее просто делали какие-то тут подставки там кит приспособы но никак не изделий там даже не сказал не скалпеля которые там самым производились то есть то скалпеля даже не шла это стали но вот это та самая желтая нежавейка была бахлер вот то есть вы там из по бумагам пошуршать то бумагах было написано по привозу марка стали хотя все крик у кром кричат что вот этот боклер изобрели недавно и начали там нашли этот способ его распылением там напылять там слоями туда-сюда но хочется верить конечно в это но то что был бахлер в те года факт я как спорить ни с кем не собираюсь но это факт который я отлично видел лично читал лично смотрел жалко раньше не было мобильников которые можно было фоткнуть который под рукой всегда и сейчас это вот так предоставить вот тогда уже тут было бы бесспорно и не просто голословно ну чтож перекурш таю закрытым мне надо сейчас чтобы не тропцом чтоб без ошибок сделать термообработку и уже ломиться по остальным всяким делам которые у меня что-то скапливаются но это нормально все больше мне новостей нет на сегодня спасибо за внимание до свидания вроде как все ровно вышли это уже не может не радовать так стрельнул глазом все вроде как отлично